К нам обратился Камалодин Гусенович. Суд вашей проблемы, вот мы официально все это снимаем на видеокамеру, можете под видеокамеру говорить суд вашей проблемы. Что с вами случилось от А до Я? Я кратко изложил в этой бумаге. Я Камалодин Гусенович, житель селения Ботлих, Ботлихского района. С 17 года, 2 января, меня задержали, остановили на перекрестке Ботлих, микрорайон, работник ДПС. Со мной сидела моя жена впереди, а сзади три соседки со мной сидели. Я ехал с работы, это было 7 часов вечера. Меня остановил работник ДПС, Эльдар сказал, что мне надо высадить всех пассажиров и поехать за ним в отдел полиции. Я говорю, на каком основании? Они мне сказали, там, я объясню вам. Рядом сел Эльдар Гаишник, сзади него сел Расул, имя его зовут Расул. Я не знаю, по-моему, начальник СОГО был, я точно не могу сказать. Он сидел сзади в моей машине. Мы поехали в отдел полиции. Когда я заехал в отдел полиции, там уже стоял человек 7-8. Среди них был Гусенов Магомед, это начальник уголовного розыска. Сам дознаватель, его зовут Ахмед, имя я сейчас, Баширов. И некоторые сотрудники, я поименно не могу сказать, я их могу показать. И были двое солдат, молодых солдат там. И начали досматривать мою машину. Я знал, что у меня в машине ничего нет. Действительно, я без проблем. Я говорю, хорошо досматривать машину. У меня проблем нет, потому что я закон не нарушаю. Я стал действительно на истинный путь. Я никогда не нарушал. Я был в Хадже. У меня никогда с ними проблемы не было. И они начали досматривать мою машину. Они якобы нашли в заднем кармане, где сидел этот рассол, где он сидел возле колен, нашли какой-то пакет сверток с гранатой и с патронами. Они спрашивали, это мое? Я говорю, конечно, не мое. Как это там оказалось? Я говорю, надо у вас спросить. Вы там сзади сидели, говорю. А, вот так, вот так. Я отошел, я начал звонить знакомому одному работнику. Я говорю, так и так, приходи, пожалуйста, сюда МВД. Мне подкинули оружие, гранату эту. И я успел это слово сказать. У меня труп снял этот Гусейнов Магомед и выкинул мой телефон. После этого они меня повели в самый нижний этаж МВД. Оттуда спросили у меня, я изнасиловали какую-то девочку. Я это, я, конечно, отрицал, потому что я там не участвовал и не знаю, кто там это делал. Меня они уже начали питать. Питать в том деле, питали. Я действительно, я обращаюсь в эту организацию, потому что эта организация знает свои дела. Они хотят, чтобы люди, извините, что я так говорю, чтобы не было беззакония. Вот я пострадал год и 8 месяцев и 10 дней я сидел в централе. Возили меня 52 раза, ботлих обратно, гумбет обратно. Я им первые же дни, я им говорил, это я не творил, это не мое, это не я делал. Все-таки они меня до утра, с 7 вечера до утра питали и током. Хотели посадить на бутылку. Потом требовали у меня деньги. Если 500 тысяч дашь, якобы мы тебя отпустим. Я говорю, у меня машины заберите. Они говорят, что машина твоя стоит 50 тысяч. Зашел себе куда-то его. Клянусь, они когда на меня пакет надели, они думали, что я не вижу. Я их всех увидел, всех я знаю. Я клянусь, я это не оставлю. Если вы не примите меры, я буду дальше писать. Плот до президента. Вы не переживаете. Честно говоря, такое беззаконное. Это не 90-е годы. Это происходит. Ладно, дело не в 90-е. Они должны защищать нас. Они что творят? Я клянусь, я не оставлю это. Клянусь, не оставлю это. Я знаю, что есть все вишни, помог. Потому что я там не участвовал. Если у них были подозрения, они говорят, значит, у них не было никакого подозрения. Раз они говорят, 500 тысяч, да? Вот, видите, значит, действительно ничего не было. Они хотели меня на этом свой взять. Конечно, у меня денег не было. Зачем мне денег, хоть были бы, за что я должен отдавать деньги? Я человек законопосудный человек. Я работаю, на работу домой. Здесь все на работу. До 7 вечера.